Всем здорова, добро пожаловать в гараж Сегодня у нас замечательный автомобиль Nissan Almera Вот, познакомьтесь с его хозяином, Артёмом Привет Посмотрим сегодня, что за тачка Тёма владеет ей просто беспрецедентный срок По моим меркам, в 8 лет, да? 8 лет 8 лет на одной тачке, ну, я не знаю Я максимум 2 выдержал с Маздой И то, это очень редкий-редкий случай в моей жизни Как, Тёма, расскажи, 8 лет не надоело она тебе? Нет, нормально, не подводила Эксплуатировалось мало, в основном До работы, там, 10 километров по городу, по делам Пару поездок было на дальнейшем Сколько пробег на ней? 80 тысяч нет Что-то 78 тысяч То есть меньше 10 тысяч в год, да? Вот такое бывает, да? То есть по всем автотекам всё проверить можно, да? Конечно Уникальный случай Но между тем всё равно заметно, да? У меня даже все чеки на бензин Солнце Как бы ездишь мало, да? Но солнце, допустим, не щадит, да? Это от солнца, да? Так, с фарами стало? Солнце Фары оригинальные, да, стоят здесь? Да Плюс вот здесь было небольшое Туманки оригинальные? Толкновение, да Всё оригинальное пока ещё То есть всё равно, да? Хоть Nissan, японская тачка, да? Но... На корейском заводе она сделана, судя по пиркам Слушай, я когда-то такую смотрел И что-то у меня это такой прикол Типа там Samsung где-то этот шильдик Да, да, да Есть такая тяга? А, вот, да Я помню, да, такую Давно-давно смотрел машину И да, вот этот шильдик Самсунговская тачка получается, да? Ну что, Samsung тоже бренд хороший Я слышал по Корее Такие автомобили ездят с шильдиком Samsung Но встретились мы не просто так Помимо обзора у нас ещё будет небольшой ремонт Вот посмотрите Такая вот неприятность случилась Машина практически не битая, не крашеная За 8 лет Но вот заборчиком рихтанули Её случайно случилась, получается Непредвиденная ситуация Двухлетний ребёнок решил покататься Да, ребёнок сел, тачка поехала как-то случайно Попробуем, значит, вот это полирнуть Как думаете, вообще получится, нет? Ну, пальцем чуть-чуть как-то чувствуется Но есть шанс, что хотя бы часть-часть вот этого уйдёт И также ещё Просто вот, смотрите, здесь чехлы Вот такие Да, эко-кожа Универсальная На CR-V-ушке у меня же тоже чехлы Такие вот чехлы Перед, зад, всё пошито Вообще красивенько Тёма в прошлый раз приезжал Ну, получается Вот этот задний диван натягивали, да? Я смотрю, тут получше стало как-то Ну да Ну это... Ты там подсобрал, да? Ты бы уезжал-то от меня Тут не так было всё красиво Ну я эти... Изголовки... Эти подголовники Поставил Ага Всё Всё, больше ничего Тачка, короче, хозяйская Для детей, для семьи Не получается аккуратно заправить Чехлы для сидений Вот здесь, потому что Не пролезть никак туда, чтобы зацепить Ну, очень неудобно То есть... А, то есть вот этот крючок Хочется всё... Да, да, да Ты хочешь? Нормально, чтобы натянуть Чтобы прям не съезжало Ага Вот это тебя парит, да? Это и это, да Потому что Если будет в натяжку всё То вообще будет как-то чётко А так получается Каждый раз... Тёма, сразу видно компьютерщик Процессор 5М4 Слушай, а раньше ещё процессоры эти делали Они, наоборот, ножки здесь были у них И их так не похранишь уже АМД И сейчас Сейчас так делаем, да? АМД Раньше и интеловские тоже такие были Ну всё Заработал Так, педальку тормозную тоже осмотрим Вот, 80 тысяч километров То есть нет, нет таких моментов Что вот, мочи нет Охота поменять, мечтаешь Как спрыгнуть там с неё Семья четыре человека Машина пятиместная То есть ещё даже есть Ещё для меня есть место, да? Расскажи, где обслуживал, как вообще Обслуживался у официального дилера на большевистской По гарантии мне, по-моему, подшипник ступицы Передней левой Меняли Потом стеклоподъёмник меняли Прошивали коробку Коробку прошивали? Ну да Блок управления коробка Обычный автомат Да Четырёх ступы, да? Да И что, он ещё прошивается? Что-то там, да, прошивали Так, понятно Бесплатно? Всё бесплатно Я приехал к ним после покупки Ты её купил с пробегом Четыреста километров? Четыреста пятьдесят километров То есть человек новую машину купил И через четыреста пятьдесят километров Решил Тёме подарить Ой, продать Слушай, а колёса родные считаю Вот, восемьдесят тысяч километров Ну и половину, где-то сорок тысяч Вот этой резине, да, получается? Да Тут где-то это можно чекнуть А вот, одиннадцатого года Всё Доверяй, ну Проверяй Слушай, а вот это Чё красил здесь? Расскажи, чё делал вообще за восемь лет То есть ты спокойно ездишь просто, да? Военный То есть к себе на работу И с работы, соответственно Да, ну так за покупками Иногда в деревне Чё красил? Один раз было Большое столкновение Подрезал меня автобусом Чё в итоге? Зеркало чё-то ты грезил? В итоге, да, зеркало было разбито, разломано Ты его поменял, да? Нет, мне его восстанавливали Красили То есть восстанавливали Тут было прям отломано Куски То есть это прям восстановили Чё дорогое, если бы поменять, да? Ну мне всё обошлось Двадцать Двадцать пять тысяч Это пять элементов А он виноват был? Да А сколько заплатила страховка? Страховка Ты тысяч семьдесят Семьдесят тысяч? Ну нормально, да, наварился Ну как Чё ещё красил? Так, ну получается Вот это кровно тоже Я хотел спросить Вот эти все писяки, да? Да, да, это всё Да, это всё Да, это вот Оно украшенное, да? Наверное Раз, два Три Бампер покрасили тоже полностью? Да, да, полностью Вот весь Короче, суть в том, что Если даже ездить очень мало И реально человек не гоняет Вот он единственный владелец Всё равно вот это накапливается Там, сям, там И где-то веткой поцарапал То есть ты там ни пьяный не гоняешь Ничего там То есть она, по машине, по рукам не ходит Всё равно К этому надо нормально относиться И машина, это же всё равно не музейный экспонат Да, вот что-то у тебя Да, это крашеный порог? Нет Не крашеный Вот как раз Вмятина, скол Вмятина наехал на бордюр или где Вот и подмял маленько Вот оно пошло, скол Автобус подрежил Ну, всяко бывает Сидуху открутил Продолжим Разговор Куда просыпь Как-нибудь Вот сюда Вот, смотри А, вот там, наверное, где-то Вот я тебе, давай, подаю Лови её там Вот за эту прям проволоку Давай, я не вижу Давай, ребята, пусть посмотрят Вот здесь прям за проволоку за эту Нормально? Ну, нормально вроде Пойдёт Да А что, пастой Гоя полируешь? Ремень Ремень, реально? Ну, а как? Вот, блин, а Вот что ты знаешь, военный Не то, что я долбай, блин А, здесь так нормально Закреплено Что, и всё, да? На этом миссии кончилось? Да, по-другому не забраться было Всё, давай сейчас вторую так же, да? Смотри, чётко, да, всё держится Вообще, как это, как будто салон такой Назвал лакшай, да? Да, лухари Ну, вот у меня на ЦРВ-хе Чехлы Я думал, они на заказ пошиты Потому что там даже не отличить практически От кожаного салона Вверх И, соответственно, вниз Я убирался Оказалось, нет, заводские Чисто вот для ЦРВ такого кузова Просто фабричное шитьё такое Не на заказ Стоит, загуглил В районе шести с половиной рублей Ну, я не знаю, кто их натягивал Наверное, профессионалы Кто занимается ремонтом салона Потому что там вообще Тёма, а ты за сколько покупал свои? Три За три тысячи, да? Три шестьсот Три шестьсот Понятно Ну, и натяжка комбинированная То есть, что-то сам, что-то мы вместе натягивали Так, здесь, значит, по максималке До сюда затянули Эти резинки максимально натянули То есть, получается, я узелок залежал на каждой Чтобы они большее натяжение давали Всё, можно ставить назад Вторая по аналогии Так Хоп Какая-то находочка С чем-то Высокотехнологический процесс Вот, берём вот эту штуку Хоп Просто Здесь дорабатываем заводское крепление Надо открывать фирму, да? Хопа И готово И ещё одна где-то маленькая, да? Сейчас, значит, попробуем полирнуть на машине царапинки Которые остались от забора Буду использовать полироль 3М Это первый номер Раньше, значит, я покупал вот такие баночки В магазинах по подбору автоэмали Либо вот такие 3Мовские оригинальные Но у них есть такой момент, что они со временем ссыхаются Но всё равно ты купил, допустим, где-то что-то полирнул То есть конкретно полировкой машины я не занимаюсь А именно где-то локально нужно исправить, да? Недостаток ЛКП Остальное всё там засыхает нафиг Вот как я вышел Купил такой баллон 1 кг 3Мовская Это самая такая абразивная, самая забористая паста Чисто для ручной полировки, ну, вот таких моментов Уже, наверное, года 2 или 2,5 Вот, то есть, ну, там, не знаю, пол баллона ещё есть Не высыхает, всё нормально Но, правда, вот эту из-за частого использования Пипку вот эту, она треснула Её пришлось подмотать маленько малярным скотчем Главное, что паста там целая И от того, что долго баллон стоит Нужно вот так вот маленько потрясти перед использованием Потому что там есть такая версия, что вот эти частицы абразивные, да, которые там в этой пасте Они на дно спускаются И, то есть, сверху остаётся чисто сметана такая Жиденькая Да, блин, мечтаю прибраться в гараже всё, чтобы было вообще чистенько Нифига, блин, пока не получается В одном месте порядок навёл, всё, чики-пики В другом месте срач навёл в это время, когда что-то ремонтировал И так всё по кругу, по кругу Снизу там вообще страшно заглянуть Да, вот, кстати, немаловажный момент Руль тоже, получается, пластиковый руль обычный Ну и как бы к 80 тысячам То есть, при осмотре машины Многие, допустим, вот эту руль увидят Ну, скажут, пробег там 200 тысяч, да Ну, вот, за 80 тысяч так вот Пластиковый руль тоже подтирается Так, изначально, значит, проблемные места Есть такое поверье, что, типа, вот, когда мочишь Вот, когда мокрая поверхность Вот такая она и останется Типа после полировки То есть, где-то половина здесь уходит Косяков Вот этих То есть, вот так примерно будет Намного лучше, я считаю Сейчас, если с душой подойти к полировочке Нормально так тут, если красить Можно вложиться Финансово Здесь вот больше всего остается Кстати, и грязь полироливает И хорошо оттирается Бит, типа, битума Проблема в том, что она вот выезжает оттуда Да, когда садишься Вылезаешь На самом деле, тут на чем она держится Вот на двух таких штуках Ну, это же, блин, смешно Я бы, вот, если честно Ну, и как вот делается вообще сидушка Как я вот разбирал на X-Trail, допустим Там знаешь, как делается Там идет пластиковая такая штуковина На всю длину И она цепляется вот так вот То есть, вот так, хоп Там специальный, ну, железный паз И она вот так полностью вся Вот это, это вообще детский сад на самом деле Почему бы не сделать То есть, это, получается, сэкономили То есть, чехлы, понятно, пошили А на фурнитуре вот сэкономили Которая значительно бы улучшила изделие То есть, вот пластиковую сделали бы штучку Но вот задние фары не это Не в пример прям переднем Как новенькие прям сохранились Странно, что они на разных заводах их делают Сейчас я подумаю, как... Тоже сюда и подать Потому что здесь ближе как раз до вот этого Где зацеплять Так, ну, давай сейчас попробую Ты капитан сейчас или кто? Майор Майор, да? Колян недавно майор работать Блин Высший офицерский состав, да? Да Подполковником будешь потом, да? Ну да, очередная А потом генералом? Потом полковником Нет, ну, в смысле, понятно А потом максимально кем будешь? Или это должность? Это должность? Это да, это... Как, все сложно Генералом сложно? Все сложно Полковником норм? Сложно Тебе сейчас сколько лет? Вопросах В 34 То есть, ты майором стал в 34, да? Нет, в 31 В следующем году подполковником А я как бы Перекупом Так и остался Минус, короче, есть профессия Перекупская Что ты как, вот как ты в 20 лет Тачки гоняешь с Владика Так ты там В 30 лет уже с Москвы гоняешь Ну, ты такой же Перекуп Ничем не отличаешься А когда ты военный То ты уже то майор То потом полковник Уже водитель будет, да? У тебя свой? Это вряд ли Возможно, водитель свой будет Возможно Ну, вот тогда тебя призовы Вот Когда Дослужишь, что Водилай? Двери открывать буду В смокинге Ну, не обязательно Так, ну ладно Что, ставим назад? Да Слушай, а здесь это что У тебя изоленты подмотанной Тюнинг какой-то Здесь Это на подогрев же идет, да? Да, да Здесь подушек же нету Нет, подогрев есть А не родной? Родной Все А кто это тюнинг давал? А фиг знает Ну, наверное, так и было Так и было Так и было А, это, по-моему, не скрутки Это просто, типа Чтобы не болтались, да? Да Это неужели на заводе Самсунг В Корее так же дуряется Ну, вот так, да? Видишь, маленько есть Люфточек Ну А, нет, вот она Да Натянуть чехлы У спецов, которые вот Занимаются ремонтом кожных салонов В районе рубля стоит Насколько я помню То есть, эта работа такая Достаточно кропотливая Особенно вот универсальные чехлы И натянуть так, чтобы была Гордость, как бы, была За проделанную работу Это, как бы, дорогого стоит Тысячу Это даже, ну, не то, что Там, недорого Можно даже, наверное, и Больше подпросить И, кстати, еще такой момент Вот есть Тесты, получается Вот делают многие люди, да Сейчас, исходя из Рассуждений видеоблогеров, да Вот эти болты, допустим, да Что они крученные То есть Ну, раньше, насколько я помню Вообще никто внимания на это не обращал Сейчас, насколько я знаю Очень многие смотрят на эти болты И делают выводы Но вот мы, допустим Открутили эти болты То есть, они, получается, крученные уже Но машина не пиленная И не варенная И она честная Нормальная По погоде у нас Грозовой дождик Немножко свежести В гаражные будни Принес Конечно, салфетку самую чистую Что нашел, использую Сразу скажу Попробуем Но зато есть один плюс Когда в 20 лет Ты перекуп, ты уже на Лексусе ездишь А там Кто там Лейтенант На Жигулях Вот этот плюс есть Но потом Когда тебе 35 Ты тоже на том же Лексусе А полковник Тоже на Лексусе Ну, условно говоря Да, там На иномарке Ну, как? Вообще Четко? Ну Ну, видишь, чуть-чуть проглядывается Сейчас еще раз попробуем На второй раз Чудеса, да? Вот так перекупы работают Шоркнул Хоп По-быстрогану Прям На мойку заехал С мойки выехал Пока машина чистая Вот так прошелся Прям вот на мойке Под изумленные взгляды Прохожих Косяки все устранил И все Так, сейчас И на фотосессии, да? Да, и сразу там Так, что, дальше идем Она вроде как на водной основе Поэтому особый дождь этот нам Погода тут не делает Не правда Чудеса Конечно, машинкой было бы Сподручней У меня была машинка, короче Зубр я купил Она тяжелая-тяжелая Короче, раза три За всю эксплуатацию Ей полировали Ну и то, я попробовал Что-то это Не мое Сложно полировать Недавно, короче Продал ее за 4 рубля По Авито Че, лежит она, блин Только ржавеет Машинка лежала Я все время вот Полотенцем херачил По идее, тут видишь Вот эти все Они все тоже По это Частично там Поубираются Вот эти моменты Но если ее Прямо Это надо машинкой Так, что-то дождь Не на шутку, да? Грозовой дождик Тепло на улице Хорошо вообще, да? Да Свежак такой сейчас Видишь, своя мокрая Мокрая Ни жары, ни пыли, да? Да Особенно, да После жарка Кстати, смотри Эта царапина Которая, я так понял Это до этого, да? Да, да, да Она и то хуже убирается Вот эти От ногтей тоже В идее Все убирается, да? Ну да Большинство А сколько стоит? Я слышал Тысяч 8, 9, 10 Полировка? В круг вообще полностью Полировка Стоимость зависит От цвета очень сильно Ну и от размера машины То есть получается Черный Самый дорогой цвет Вот Я думаю Такую Запятак Маленький седан Запятак, я думаю Вот так полирнут Но есть глубокая Еще глубже полировка То есть это абразивная Самая абразивная паста А еще Профессионалы Как делают Шкуркой сначала Снимают часть лака Да? Но это нужно знать Какой слой лака То есть Бежит на машине Снимают То есть еще глубже получается Снимают слой лака И она становится матовая такая И потом херачат Прям в зеркало Это очень кропотливая работа Это по-хорошему на день А может и на два Так Продолжаем Сдывор То есть видишь вот это все Вот эти все моменты Да? Ага Ну это конечно так В рукопашку Несподробно Долго И качество Навряд ли получится Да и качество Ну сейчас вот посмотришь На общем фоне А ну видишь еще Знаешь какой момент еще есть Когда ты вот так полирнул Вроде у тебя все ушло Вроде по идее И вот как она работает То есть здесь слой лака Да? И вот это частички мелкие Как мелкий песочек Такой специальный Он убирает То есть вот именно Верхний слой Поцарапанный Да? То есть если За лак уже После лака идет краска Потом идет грунт Если за лак То есть не ушла Царапина То ты как бы Убираешь Срезаешь верхний слой лака По идее так работает Но иногда вот После нескольких моек Царапины все равно проявляются Типа знаешь Какой такой эффект Типа оно жирнется маленько И Есть просто полироли Не абразивные Которые именно так и работают Они просто типа как бы Жирнят Поверхность И не видно нифига И после моек Потом это все смывается А тут по идее не должно Но иногда Очень редко Но бывает Ну смотри Вообще Я короче намочил То есть там половина Где-то убиралась А тут реально все Прям стерлось Да Ребенок сел за руль Да И что у тебя На автомате Как она покатилась А он просто ручку дернул Горный тормоз Не был установлен Горный тормоз? У тебя горный тормоз? Ну горный Горный я называю Ну ручной тормоз Ключ был в замке зажигания? Нет А что Она Или как он сделал? По идее На паркинге Должно На паркинге стояло То есть ручку тянешь И оно тянется? На нейтралку встает Сейчас будем тест-драйв проводить Мы проверим Следственный эксперимент поставим А то может Тебя малой уже умеет Может у него ключи уже свои есть Как будто и не было ничего Я сам если честно удивлен Но потом скажешь После моек Сотрется Или появится Или нет По идее Вот так и должно быть То есть вот оно сейчас сухое Вот так и должно быть Что ребят Заезжайте Если что Пару рублей Шорпнем Быстренько Такая бомжатская тряпка Вот этот баллон стоит Касарь 700 Я покупал Сейчас наверное подороже Инфляция Все дела Прям на год На год Реально Этого баллона Чем вот эти баночки Просто 100 граммовые 50 граммовые Покупать Аппетит Переходит во время еды Решили еще Фары полирнуть Тут вообще Сними Поближе Тут вообще Конечно жесть Лак весь потрескался Его по идее Под шкурку надо Попробовать Чтобы человек С прямыми руками Я как бы не рискну Под шкурку Плюс еще Вот такого метода Что любой Даже криворукий Как я Справится Ты руками Ничего здесь Не сотрешь Ни лак Ничего Не сделаешь А если будешь Работать машинкой Либо шкуркой Там уже Возможный вариант Результат Не такой Конечно очевидный Ну вот смотри Полфары Видишь Полфары Сейчас Я еще не протирал Результат Конечно не такой Очевидный Тут волшебства К сожалению Не получилось 50 на 50 Как говорится Дают осечки Примерно 50 на 50 Ну давай сравним Передняя Задняя Ой правая Левая Что-то Нифига не поменялось Да Ну что парни Как вам такой лайфхак Мне кажется Изи И вообще Пишите В комментах Свои какие-то Лайфхаки Подобные Когда Малыми средствами Можно Какие-то Масштабные Повреждения Починить Посмотрим Значит Что за Корейский Автопром Самсунг 78 тысяч пробег Не крутил Ничего Да Мне просто интересно Как это Вот так что ли То есть Я не тормоз Не жму Ничего Обычно Какую-то Или эту кнопочку Надо Нажать Чтобы снять Это аварийное Снятие По идее То есть Для аварийной Постановки На нейтралку Когда Допустим Тачка Не заводится Надо На эвакуатор Заехать По идее Надо Вот этой кнопочкой Пользоваться Странно Может Так и должно Быть Может Что-то У самсунга Да Ну вряд ли У самсунга Может Какие-нибудь Законодательные Знаешь Вот эти моменты Может Это не обязательно Вот эту Аварийную кнопку Подключать Так Сейчас Подстроимся Стекляшки Кстати У тебя Разбитые Здесь же Знаешь Примета Что нельзя Смотреть В разбитость Зеркало А может быть Ну и Если что По-моему Полотно Это можно Сделать Есть специальный Человек Который Занимается Вот этим А 1000 рублей Стоит По-моему Ну тогда Когда я узнавал 600 было Сейчас Сейчас Может И 1000 Так Фарки Хок Не забудем Такая машина Сколько Сейчас 1350 Стоит Да Даже Подешевле Наверное 1300 Да Должен Еще Меть 1250 Наверное Да ладно Ну из-под Одного Хозяина Ты что А вот Нет Но если Через тебя То можно Удачнее Гораздо Тут реально Нет Через Перекупов Не советую Там наоборот Скорее Всего Четко Тормоза Работает Да Тормоза Сразу Троверит Ну Давай Ну Слова Кстати Ничего У нее Подрыв Идет 1.6 Тут Да Слушай Ну Прям Бодренькая Она Такая Это Прям Рвется Да Прям Я даже Не ожидал Что она Так Поедет Так Тут Получается У нас Подачки Все Есть Свет Подголовник Ой Эти Козырьки Не С кондером Тоже едет Нормально В Сибири У нас Лето Все В юбочках В шортиках Ходят Мы Тоже Как бы Тоже Не отстаем Кстати Вот Чехлы Они С боковой Поддержкой Ну И так Вообще В принципе Сидишь Как бы Не то Что На табуретке Че тут Поругать Кофе Почему Здесь Не наливают У тебя В машине Е-мое Приходится за кофе Ехать Вот это Первый минус Я нашел В этой машине 250 тысяч Целых Стоит А за кофе Приходится В магазин И вот Парковаться Надеюсь Найдем Тут место Нету Красава Это знаешь Как анекдот Господи Да пожалуйста Помоги найти место А все Не надо Нашел Я буду молиться Там каждый день А нет Все Не надо Нашел Вот смотрите Без масок Не обслуживаю А кстати Вот это Респиратор Хороший От короны Помогает Ага Хорош Ай Палец Че там Ранка Да у меня рана Ну а тут 70% Спирт Блин Багажник Убрал Салфетку Ну вот эти Есть вот такие Автомобильные Я думаю Разницы-то нет По сути Да конечно Мы же автомобилисты Да Можно автомобильными Руки вытирать Тёма короче Проставляется За Успешный ремонт Че у нас тут Самсятинка С курицей Будем дальше В машине свинячить Сразу чехлы И обновим И так Обед прошел Очень вкусно Сочень С творогом Самсятинка С курицей Всё Просто С усилителями Вкуса Наверное Зато кофе Натуральный Да Кофе натуральный 20 рублей стоит Кофе Зерновой С автомата Американо Называется Почувствовали себя Американцами Ненадолго Да Че Наказывать Секуем Че Страховку Отработаем Как Далому Да Выбыл 150 тысяч Или 200 Есть такая тема Короче Что на разворот Нужно вообще Во-первых Дистанцию держать Чтобы вдруг Он сломается И сразу Объезжать Не подъезжать Близко А еще Такая тема Важная Руль прямо Оставлять То есть Если тебе в жопу Въедут Чтоб ты не на встречку Вылетел А чтобы ты Прямо проехал Понял То есть Если ты на встречку Вылетаешь У тебя колеса Уже вывернуты Тебя бьют в жопу Ты вылетаешь туда Там мясо Начинается Мясорубка А если прямо Ну ты просто Как бы вперед Продвинешь И все Вон кстати Очереди на почту Такие сейчас То есть Не пускают Короче На это В отделение В само На почту И так Очереди Всегда были А сейчас На улице Хорошо Что не зима А то сейчас Прикинь бы Минус 30 Люди на улице Там по часу Стоят Иногда Там вообще Долго работает Это их программа